Коммунальное предприятие по КТС обследует люки и колодцы, воды и теплоснабжения, расположенные на территории Нарьенмара. Ревизия объектов проводится еженедельно, но весной со сходом снега такие обходы особенно актуальны. Подробности о работе коммунальной службы в материале Ольги Русул. Каждую неделю обходчики Сергей Головин и Юрий Лагунов инспектируют веренный им участок, проверяют сохранность канализационных люков и колодцев теплосетей. Участок большой у нас, Сущинского, Южная вся. Вот что, наверное? Здесь только 60 с лишним. Сущинского, Швецова, авиаторов. Около 100, наверное, будет у нас колодцев. Всего у предприятия порядка 120 километров тепловых сетей, 38 километров водопроводных и 36 канализационных. Все их постоянно мониторят работники предприятия. Бывает, что и редко, да, очень. Бывает раз в полгода только где-то сломано что-то. Случается, конечно, что крышки люков воруют, но на этот случай на предприятии есть запас. Действительно проблема – подростки, которые собираются в тепловых колодцах. Очень большая проблема по этим вот колодцам и люкам. Это особенно тепловые колодцы. Ну, я намеренно говорю об этом. Это вот подростки у нас собираются в тепловых колодцах, гадят там, засоряют. К сожалению, вот мы и неоднократно и в ВД обращались. Ну, как-то не можем победить подростков. Во время своих еженедельных обходов рабочие по КТС проверяют задвижки на колодцах, выявляют неисправности и устраняют их. Кстати, одна из причин, по которой канализационные люки становятся опасными – природные условия. Бетон в основании такого колодца ветшает от постоянных перепадов температуры и влажности. Крышка может провалиться в самый неподходящий момент. У граждане Норинмара убедительная просьба, просто-напросто, проходя мимо люков, вот таких вот, не наступать на них, о избежании травмирования. На улице Сущинского пешеход наступил на люк. Крышка провалилась в колодец, никто не пострадал. На днях горожанка обратилась на предприятие тепловых сетей. На этом люке отсутствовала крышка. Отреагировали оперативно, крышку установили, над люком поставили ограждение. Вообще же зима – напряженное время. Крышки повреждаются снегоуборочной техникой. И если вы заметили, что где-то отсутствует крышка на люке или ограждении, то нужно обратиться в диспетчерскую службу предприятия тепловых сетей. Сообщить об этом можно в аварийной диспетчерскую службу по КТС по телефону 4-22-25 или позвонить на единый номер вызова экстренных служб 112. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».